друзья здравствуйте сейчас выдалась такая возможность записать короткое видео и я хочу записать его на такую тему да какие факторы нужно учитывать при оформлении виза сша смотрите вот когда вы обращаетесь в компанию в большинстве случаев вы не знаете что нужно делать что нужно говорить и так далее да поэтому вы обращаетесь в компании вы туда приходите и например если это наша компания мы начинаем заниматься вашей анкетой и если вы заказали мероприятие мы подбираем мероприятие под вашу сферу деятельности по какому принципу мы работаем вы заполняете анкету на русском языке мы оцениваем вашу ситуацию в общем смотрим профиль вашей деятельности и начинаем анализировать то какое мероприятие можно будет подобрать специально для вас чтобы на собеседование у консула вы смогли грамотно объяснить то для чего вы въезжаете в страну смотрите что является очень важным фактором у меня сейчас есть два клиента которых я веду эти оба клиента из стран бывшего снг и смотрите с чем мы сталкиваемся один клиент находится на территории там турции у него есть вид на жительство у него ситуация такая довольно таки сложная но при этом этот человек выполняет безоговорочно абсолютно все о чем мы его просим и у этого клиента шансы на получение виза с сша повышаются мы очень тонко и четко анализируем его ситуацию даем ему рекомендации и делаем все для того чтобы этот клиент получил визу мы будем максимально его подготавливать мы будем прорабатывать каждый пункт в анкете мы прорабатываем такие моменты как сделать качественную фотографию как выглядеть на собеседование и очень важный момент что клиент нас слушает и выполняет безоговорочно все что мы говорим это замечательный клиент я сама держу просто пальчики крестиком вот сейчас в ожидании своего собеседования обязательно вам скажу чем закончилась его история но мы всем коллективом просто направили всю свою профессиональную энергию чтобы этому клиенту одобрали внизу есть другой клиент который оплатил нам деньги который хочет с нами сотрудничать но при этом что он делает он постоянно обращается в разные компании консультируются с ними они ему там рассказывают какие-то истории там из своего опыта или из интернета он приходит с этими историями к нам и начинает что-то в общем говорить что-то путать вносить какие-то коррективы там до самостоятельно говорить что как лучше что у него есть какая-то информация что он сто процентов знает что нужно делать мы не можем переубеждать клиента мы не можем можем просто давать ему рекомендации ему советовать но человек совершенно не прислушиваться к нашим советам совершенно не прислушаться то есть он обратился к нам мы выполняем свою работу но при этом он пытается вносить постоянно какие-то коррективы то есть эти коррективы ну настолько вообще расходятся с тем как правильно да то есть он читает информацию в интернете передает ее всю нам и хочет чтобы мы подстраивались под эту информацию из интернета но так не бывает если клиент нам доверяется то я прошу вас пожалуйста да то есть как бы если вы нас выбрали если вы заключили с нами договор то значит вы нам доверяете давайте до конца действовать слаженно нам придерживайтесь пожалуйста всех рекомендаций которые дают визовые специалисты потому что они очень важны мы даем рекомендации относительно внешнего вида относительно фотографий то какие должны быть фотографии в анкете да что нужно говорить консул и так далее поэтому если получается так что человек оплатил нам денежные средства но после этого постоянно вносит какие-то коррективы и настаивает на них не принять их во внимание мы тоже не можем если клиент настаивает что нужно указать в анкете вот это или нужно там поехать на собеседование в ту страну мы же не будем с ним спорить правильно говорит что нет туда не ей да то есть мы даем рекомендацию что лучше сделать так но если клиент настаивает то пожалуйста право выбора всегда за клиента поэтому мы задаемся таким вопросом да для чего клиент тогда обратился к нам чтобы как бы просто диктовать условия ну хорошо мы заполним ему анкету то как он сказал с его слов и так далее да там выполнил все его желания которого нашел в интернете но потом клиент очень легко получает отказ и становимся виноваты мы да то есть он может написать это плохой отзыв он скажет что мы забрали деньги что мы ничего не сделали что ему дали отказ и так далее а скажите пожалуйста почему вот вы не слушали да вот на всех этих этапах не выполняли поэтапно все рекомендации не выполняли поэтапно и задается вопрос какой дата для чего клиент обратился в компанию да то есть он может если он знает все как делать он может просто обратиться к какому-то фрилансеру который выполнит ему чисто техническую работу возьмет за это небольшую плату и он сам продиктует что говорить куда ехать и вообще что делать поэтому пожалуйста если вы обращаетесь в нашу компанию мы заинтересованы в том чтобы вам одобрили внизу поэтому пожалуйста придерживайтесь всех рекомендаций которые дают вам специалист и также облегчайте нам пожалуйста работу потому что если мы работаем с вами согласованно если у нас меньше разногласий и споров тем самым наша работа становится очень комфортной и вам и нам и мы понимаем друг друга и от этого вы получаете визы мы получаем положительные отзывы и все счастливы и рады поэтому пожалуйста обращайтесь к нам вы можете за бесплатной консультации это можно сделать по ватсапу или в комментариях к этому видео или если хотите стать нашим клиентом тоже пожалуйста пишите ватсап сейчас у нас идет розыгрыш виз сша мы оформляем визы сша совершенно бесплатно это делает только наш офис где я являюсь руководителем поэтому обратиться вы можете только по номеру телефона который будет указан на экране только по этому номеру телефона действуют акции на бесплатное оформление виз а также в случае если вы получаете отказ и оформляли визу через нас мы обещаем вам вторую подачу совершенно бесплатно но есть такой момент что необходимо проанализировать ваш отказ внести коррективы после анализа и после этого может будет подаваться еще поэтому подписывайтесь пожалуйста на наш канал а я всем желаю удачи и до новых встреч